Друзья, всех приветствую! Я Юлия Фишер, дошкольный педагог-психолог, помогая вам правильно развивать, воспитывать ваших деток. Правильно воспитывать я помогу, отвечая на ваши вопросы, а правильно развиваться вы сможете с нашими тетрадями пиши-стирай, которые есть на Валборис. Все ссылки на новую почту и на тетради есть под видео, в описании каждом видео. Кстати, кому срочно нужны консультации, не пишите, пожалуйста, вот на эту почту, потому что здесь, среди этих писем, я вас потеряю и не найду. А если прям что-то срочно, прям в телеграм-канал, мне лично пишите, и там мы с вами спишемся, все обсудим. Сегодня читаю письмо 25 апреля. Малик или Маляка, простите, пожалуйста, наверное, неправильное ударение ставлю. Письмо называется «Нулевка» или «Первый класс в Казахстане». Здравствуйте, Юля! Стою перед выбором, прошу вас о помощи. Моей старшей дочери Виктории в июле исполнится 6 лет. Скоро, а точнее в мае, она выпускается из детского сада. Она высокая и общительная девочка. Спросила у воспитателей. Говорят, идите в первый класс. Хочу отметить, что в нашей стране родители могут отдать в первый класс как и в 6 лет, так и в 7 лет. Но, если ребенок пойдет в 7 лет в первый класс, то нулевка с 6 лет в школах не предоставляется. Только в частные центры на платной основе 9 тысяч рублей в месяц. А тем детям, кто решил в 6 лет идти в первый класс, то в 5 идут в нулевку в школе бесплатно. Вот такая дискриминация. Но у меня дело не в деньгах. Я хочу определиться в интересах своего ребенка. А не так, как говорят воспитатели. Потому что мне кажется, что они всех под одну гребенку отправляют в школу уже. Спросила мамочек. Многие жалеют, что поторопились со школы. Мол, у детей детство еще летает в облаках, неусидчивость, сколиоз и так далее. А другие советуют, так как моя дочь рослая и смышленая. Зачем зря год терять еще и платно куда-то ходить, что та же программа будет в первом классе повторяться и беспокоиться не о чем. В первом классе оценки не ставят, ну и так далее. Но я хочу докопаться до истины, взвесить все за и против, чтобы не было потом. Поспешить людей насмешить, в кавычках. Да и детство не вернуть, а точнее из школы не уйдешь назад. Спасибо за обратную связь. Слушайте, тут никто не ответит прям четко. Ни воспитатели, ни мама, ни даже сам ребенок не ответит. Готов он к школе? Не готов. Для этого специально создана у каждого психолога на вооружении есть диагностика. Она так и называется. Диагностика готовности к школе. Мало того, что там продиагностируют все когнитивные и познавательные какие-то процессы. То есть я имею в виду и грамоту проверят, и математические понятия проверят, и ознакомление с окружающим, и логику, и психические процессы все проверят. И память, и мышление, и внимание, и усидчивость, и концентрация, и воображение, и восприятие. В общем, все психические процессы. Плюс еще нужно проверить мотивационную сферу. Готов ли ребенок внутри идти в коллектив, выходить из сада и двигаться дальше. В новый коллектив, в большой класс. Ну, в общем, вот такие вот диагностики, они выявят не только когнитивку и познание, но еще и мотивационную сферу. Поэтому, мне кажется, это прям идеальное дело перед школой, чтобы не сомневаться, пойти к любому психологу и попросить прям диагностику в школе. Мы так и делали. Прямо несколько листов выдаем родителям туда с подписью, с датой, что вот, пожалуйста, результат вашей диагностики. Тут вот сомнительно, здесь точно идите, а здесь еще годик посидите, еще ребенок не то что физически, вот вы говорите, рослый, а психически не созрел. Поэтому, да, это прям диагностика и все. Готовности к школе у любого психолога есть. Маляка, извините, пожалуйста, 25 апреля, в общем, идти в школу лините. Также мучаются родители с детьми, которые вот уже выпускаться из школы. Боже мой, что делать? Никто не готов. Куда идти? Ребенок не определился. Какие задатки? Не надо нервничать. Они тоже в предпоследнем классе или в последнем классе пошли к психологу. У каждого психолога такая же диагностика есть по профпригодности. У меня с сыном вообще чудеса произошли. Сын всю жизнь не любил рисовать. И если его сажали рисовать, то он рисовал прям вот, как там говорится в этом стихотворении, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Вот так и рисовал. И мы за год до школы идем вот к Светлане Юрьевне, к нашей, на диагностику. Что вы думаете? Вот эта диагностика профпригодности показывает, что у него задатки в рисовании. Мы все были прям в шоке. Мы не поняли, что это такое. Может перепутали диагностики, еще перепроверили несколько раз. Да, действительно, что у него есть, что вот ему нужно в рисование идти. В рисование, в дизайнерство, во все это. У нас, конечно, были круглые глаза, точно так же, как у сына. Я у него спросила, говорю, хочешь рисовать? Он говорит, ну да, можно было бы. И у нас рядом была художественная школа. А далее, и он туда целый год вместе со школой до окончания школы ходил. Вот, и он туда ходил. Такие картины приносил. Такие картины. Он так и после школы пошел в дизайнерский этот колледж. И сейчас сидит в компьютере, в иллюстраторе, или в фотошопе, или в каких-то программах. Сидит, рисует, и мы вообще все в шоке. Просто рисует персонажей для вот этих компьютерных игр. Ну, в общем, что закажут, то и рисуют. Мы не поняли. В общем, за год, получается, плюс 4 года колледжа, за 5 лет у ребенка открылся совершенно иной талант какой-то, о котором мы вообще не знали. Была загадка. Он прекрасно готовил. Мы почему-то думали, что он будет связан вот с кулинарией, с выпечкой, вот с этим вот совсем. А тут вот так. Так что не ломайте голову, что прям вот на стыке детского сада и школы идите диагностируйтесь. И также на стыке школьного образования и далее тоже идите на диагностику профпригодности. Все очень просто, там все показывает. Так, все, ответила. Друзья, почта для новых писем есть под каждым видео. Пишите, задавайте и увидимся. И не забывайте о наших тетрадях. Для личных консультаций в телеграм-канал. Все, до встречи.